МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Работа». 4 и 5 июня в Ульяновске состоялись гастроли Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького. Подробнее об этом, плюс вообще о гастрольном туре этого театра, да и о театре самом. Поговорим с директором Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького, Ольгой Степановной Николаевой. Ольга Степановна, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, уже можно, наверное, говорить. Вернее, так, я знаю, что Ульяновск, финальная точка гастрольного тура, спектакли прошли. Можно выдохнуть? Можно выдохнуть. И можно даже где-то и погордиться, или как сказать, похвалиться. Можно похвалиться тем, что эти гастроли прошли очень успешно. Мы в прошлом году проехали 5 городов нашей Средней России и оканчивали гастроли в Малом театре. И в этом году проехали 4 очень театральных города. Воронеж, Самара, Пенза. И вот окончание наших гастролей, первых гастролей выездных после нашего закрытия сезона, в Ульяновске прошли гастроли. И, конечно, в каждом городе принимающая сторона всегда хвалит своего зрителя. И обоснованно, конечно. Но зритель, который не отпускает театр в течение нескольких минут овациями с приветства стоя, конечно, и оценивает и искусство, и работу театра, который приехал, и спектакль, который они посмотрели. И нам очень приятно, что во всех городах это было именно так. Овации, спасибо, вы лучшие и многие-многие другие комплименты. А вот вообще, раз уж о зрителях заговорили, есть разница, ну так скажем, между домашним зрителем и зрителем, к которому вы приезжаете. То есть вот здесь кто может быть построже или наоборот, кто помягче? Можно как-то тут зрителей поделить или, в принципе, зритель примерно везде одинаковый? Можно. Зритель в городах, к которым мы ездили, ну, наверное, в связи с тем, что мы выбираем театральные города, наверное, он одинаковый для нас. Для нас. Конечно, с нашим зрителем мы сравниваем. Наш зритель знает наших актеров. И когда выходят наши актеры, это уже любимчики, и даже если что-то он не доиграл или не доулыбался, они им все прощают и все равно принимают с большой любовью и с большим пониманием. Что касается зрителя, когда мы выезжаем на гастроли, конечно, это зритель другой, зритель, который знакомится с театром, знакомится с актерами. И они видят намного больше ошибок, если они есть. А если их нет, и если в игру наших актеров они верят, и то, что происходит на сцене, то они, конечно, и более торжественно, как, скажем, приветствуют нас. Понимаете, для них это все новое, неожиданное. И для нас тоже. Для актеров это другая история. И спектакль идет по-другому, он как будто премьерный. И, конечно, есть ощущение от зрителя другое. А вот, кстати, премьерный... Я так посмотрел, три спектакля вы привезли. Да. И получается так, что один... Премьера одного была аж в 2014 году, а два — это 2021 и 2022, если не ошибаюсь. Здесь какой спектакль проще играть? Можно так выразиться вообще? А тот, который с 2014 года, и уже, ну, так скажем, может быть, многие к нему уже привыкли из артистов? Или же все-таки спектакль относительно свежий? Если говорить о спектакле «Женитьба», который поставлен в 2014, премьера, которая была в 2014 году, и поставила его народный артист Сергей Арцебашев, это была его одна из последних работ, то этот спектакль вечный. Это классика, она сделана очень вкусно, очень изысканно, мастерски, великим, ну, по моему мнению, великим режиссером, великим мастером. Поэтому этот спектакль показывает нашу именно классическую театральную сторону. И его можно показывать бесконечно, и он всегда понятен. И артисты его очень любят. Он, конечно, немножко, какие-то корректировки за эти годы в плане актерских работ, там были замены небольшие, ну, по силам обстоятельств, но мы стараемся его сохранить в первозданном виде. И очень трепетно к нему относимся. Что касается спектакля по Шукшину, да, этот спектакль был у нас поставлен в 2022 году. И, конечно, даже мы не ожидали такого успеха везде. Он оказался настолько актуален сегодня. И мы в дни культуры проходили Ростовской области в Белоруссии, и минчане, ну, наверное, уже это заграничные граждане, они помнят все эти ощущения живы, то, что мы показываем. Вот это время, эта ностальгия по тому времени, она чувствуется в каждом зрителе. Вы даже не представляете, насколько принимают этот спектакль, насколько он сегодня пришелся ко времени. И они разноплановые. Нам тоже же в этом нам хотелось показать немножко разный формат нашего театра. Ну и сказка, понятно, для детей, это необходимость. Ну и плюс, наверное, тоже такая многожанровость по спектаклям, которые привезли, наверное, отвечает, ну так уж если замахнуться на серьезные темы, теме года семьи. То есть такой репертуар позволяет как раз, наверное, охватить все возрасты, соответственно, все социальные слои населения, которые, ну, каждый для себя же что-то найдет. Обязательно, обязательно. Это главная из наших задач в этом году, который объявлен нашим президентом Владимир Владимировичем Путиным годом семьи, показать разножанровые спектакли. И в нашем репертуаре их очень много. И именно о семейных ценностях. Вот у нас недавно вышла прекрасная премьера «Второе дыхание». Ну и у нас много, естественно, когда спрашивают, часто этот вопрос задают мне, вот вы что делаете для того, чтобы, для семьи, так скажем. Но это не только посещение семейное, потому что у нас все спектакли входят в пушкинскую карту, абсолютно все. Не только посещение семьей театра, но и мы же на сцене показываем все эти семейные ценности. И любой спектакль из нашего репертуара, я сейчас не буду перечислять, потому что их более сорока, если назвать, они все абсолютно о проблемах семьи, и о взаимоотношениях в семье, и о правильном уважении и понимании семейных ценностей. То есть, в принципе, вне зависимости, год это семьи или не год семьи, такая вот пропаганда, ну не пропаганда, продвижение правильных семейных ценностей с помощью театра, такая одна из важных задач. Абсолютно, потому что наш театр имеет 160-летнюю историю, и я не раз говорила, что ни за одну страницу нашего театра на протяжении всех 60 лет, 160 лет не было стыдно никому. Всегда это была классика, всегда это было достойное театральное зрелище, эти были постановки в классическом станиславском, так скажем, в станиславском видении. И именно эта цель – сохранить русский театр в том классическом первозданном виде, которым он должен быть в моем понимании, потому что это надо передавать поколениям. Что-то импровизировать? У нас наимпровизировались достаточно. Наш театр этого не делал никогда, так скажу. И мне кажется, это правильно. То есть исключительно классика? Не исключительно классика, а исключительно правильные взгляды и правильная подача любого материала, который мы хотим изложить на сцене, без всяких каких-то там модернизаций. Может быть, это в какой-то степени кто-то скажет, и не совсем сегодня соответствует сегодняшнему времени. Но когда театр академический, когда театр имеет такую многолетнюю историю, мне кажется, ну вот как малый театр – это тоже наш пример. Мы должны все-таки нести поколениям то, что должны нести. Но в любом случае, все-таки действительно, 160 лет, такой серьезный отрезок истории, и за это время меняются поколения, меняются… у самих поколений меняются взгляды на жизнь. Понятно, что какие-то такие ценности вечные, они остаются, но ведь люди смотрят на эти ценности немножко другими глазами. А театру надо подстраиваться, ну так скажем, под современный взгляд на вечные вещи? Я думаю, нет. Я думаю, нет. Понимаете, молодое поколение прочитывает то, что мы даже думаем, что они не понимают. Они понимают, они чувствуют. И когда это сделано правильно, когда это рассказано правильно, то у нас на спектакле «Журавли» стоит молодое поколение и плачет, когда оканчивается спектакль. Был спектакль «Судьба человека» у нас много-много лет, и молодое поколение тогда немножко как бы не так. Их тогда заставляли приходить в театр образования. Они смотрели, и были случаи, когда они хотели после этого прочитать. Не были случаи, а в основном были такие случаи. И был случай, я уже много раз рассказывал, поэтому не хотела повторяться, но у вас этого не рассказывал в вашей студии. Наш бывший художественный руководитель поставил спектакль «Судьба человека», и он очень любил в зале смотреть, как реагирует зритель, особенно когда это молодой зритель. Пацаны, понятно, сядут, болтают, там что-то говорят, говорят. А потом уже почти к окончании спектакля один другому говорит, слушай, ну хватит болтать, я хочу посмотреть, чем эта байда закончится. И он говорит, все, я победил. Понимаете, вот это, вот это, наверное, и наша ценность. Сейчас спектакль Платов у нас малоизвестный, так скажем, персонаж. Ну, в театральном, во всяком мире, в историческом, да, но все равно более донской. Как бы особая биография его, кроме военных его подвигов, ничего там особо не рассказано о нем. Но и спектакль поставлен там, что каждое слово, в общем, там в основном диалоги и монологи, там действия, оно, ну, сейчас рассказывать вам полностью не буду, как вы не поймете все равно, вернее, не смогу я донести, так как правильно. Вот. И они слушают каждое слово. Они же слушают, они выходят и говорят, слушай, я бы там ничего не знал, хочется почитать. И если мы рассказываем во втором дыхании, как между поколениями складывается между дедушкой и внучкой отношение, и как потом они понимают друг друга, это тоже читает молодежь. Зачем нам нужно эту девочку раздеть, например? Или этого дедушку сделать каким-то там, я не знаю, модным, современным. Пусть он будет такой, какой он должен быть. То есть не надо вот этого вот, так скажем, сленга и прочего, так сказать, ближе к молодежи. Нет, не в вашем случае, наоборот. Надо в молодежи воспитать ту же любовь к языку, к познанию, к творчеству. И, наверное, вот это самое важное, как вы сказали, тяга к новому, когда посмотрел спектакль и захотел прочитать. Да. То есть это такой, ну, серьезно, потому что, ну, так некоторые театры, все-таки, мне кажется, уходят в, так скажем, как это сказать, популизм, может быть. Когда и мотивирует это, а мы ближе к народу. Вот мы тут и, извиняюсь, и матерных слов добавим, и какие-то пляски сделаем дикие. То есть этого не надо. У нас это исключено. Нет, но вот это тоже имеет право на жизнь? Вот такое видение там других? Я про вас не говорю. Вы знаете, если это сделано, ну, исключая матерные слова, конечно, если это сделано как-то симпатично, вот, ну, я не знаю, это должен, должны быть более, у вас беседа должна быть более с художественными, руководителями, предположим, которые это непосредственно дают. Я как директор могу сказать, иногда даже меня заставляет ситуация, предположим, поставить что-то такое, чтобы продавалось быстрее и лучше зарабатывать, да? И какие-то, как вы видите, вот слейды, или как там их назвать, да? Вот я всегда отказываюсь от этого, потому что, ну, и так достаточно в нашем мире интернет и другие там информационные службы или каналы подают нашей молодежи то, что они сейчас за многие годы уже впитали в себя. И вот как раз это надо у них убрать, чтобы они понимали, что русская культура – это особенная культура. Это я говорю абсолютно искренне. Но если это сделано современно и симпатично, и аккуратно, и какая-то современная пьеса, не люблю, когда классику осовременивают, не люблю. Может быть, это имеет место право быть кому-то, если, опять-таки, это симпатично. А если это новые пьесы, симпатичные, ну, почему бы нет? Аккуратненько только, конечно, мы должны чуть-чуть шагать вперед. Не можем же мы все время Евгения Онегина показывать, предположим, и там «Горе от ума» и «Ревизор». Мы должны какие-то современные пьесы показывать, они должны быть аккуратные, с каким-то пониманием, с каким-то воспитанием в театре. Ведь мы приглашаем людей в театр, мы должны им показать другую, другую мир, другой мир. Понимаете, то, что на улице, они же это все видят. Если мы это принесем в театр, зачем тогда? В общем-то, тогда театр не будет выделяться как раз на фоне того, что дает интернет, телевизор и прочее-прочее. Потому что все равно вот это вот клиповое, как сейчас говорят, мышление у молодежи, которое на такие яркие вспышки в основном реагирует, здесь надо немножко перестраивать, да, как вы говорите, диалоги, монологи, вот это... Они должны быть веселые, они должны быть с какой-то изюминкой, с какой-то подачей симпатичной. Это же режиссерская работа, актерская, режиссерская работа, конечно. И тогда молодежь смотрит это с удовольствием. Сейчас же в театре, посмотрите, во всех театрах, сколько мы объездили, у нас везде аншлаги. Если раньше для нас проехать по гастроли, собрать зрителей, это была сумасшедшая работа. Мы, правда, всегда почти ездили тут, чтобы не сглазить с аншлагами, но это была работа. Сегодня мы даже особо не утруждаемся. Ну, я не говорю, что на нашей стационарной площадке у нас 98% загрузка идет по сезону, но везде, вот, на Ульяновске не было ни одного билета. Вот, и во всех городах, которые мы проехали. А вот как считаете, с чем это связано? С тем, что действительно люди устали от того, что им дают, и они хотят действительно отдохнуть, получить вот такое удовольствие от просмотра именно театрального? Или, ну, просто сейчас модно ходить в театр? Нет. Модно, наверное, стало. Но это надо было заслужить. Вот, театры заслужили это. Именно те театры, ну, я не знаю, других, может быть, и они заслужили чем-то, которые доносят поколению что-то новое. Они тоже хотят уже слышать другое. И в рамках сегодняшней ситуации. И вообще история была немножко затерта, а тем более культура российская. И они видят это, если это красиво, если это симпатично, и, конечно, проект «Пушкинская карта». Он, конечно, сделал свое мощное в этом отношении дело. Вот великое даже скажу, потому что зритель омолодился. Зритель пришел, потому что ему подарили этот приход, и он заинтересовался. Ну, действительно, да. Когда «Пушкинскую карту» начали вводить, такая внутренняя зависть проснулась к тем, кто может ей пользоваться. Ты говоришь, ну, почему нет, давайте еще какие-нибудь карты придумаем. Это замечательный проект. Потому что проект отличный. И действительно, когда слышишь отзывы о проекте с разных городов, то есть понимаешь, что да, он зашел. И это круто, это здорово. И действительно, такой вот момент на популяризацию, как вы говорите, такой русской культуры, российской культуры. Но это надо только продолжать, наверное, этому порадоваться. Да, и, конечно, любые гастроли, я об этом не могу не сказать, потому что я всегда говорю об этом с удовольствием и с гордостью, не могут быть без поддержки регионального правительства. Если правительство региональное не чувствует, что культура – это очень значимая, как бы... Составляющая часть политики, скажем, региональной, то это плохо. У нас в этом отношении очень понимание большое. У нас большая поддержка. У нас вот сейчас мы почему выехали на гастроли, потому что у нас идет модернизация нашего сценического комплекса. Уже второй год подряд у нас рано закончился сезон. И нам региональное правительство, губернатор, выделили деньги, в том числе, на эти гастроли. Потому что театр выехать сегодня и оправдать гастроли, ну, не сможет ни один. Если это выезд такой репертуарный, с тремя фурами декорации, и в полномасштабном коллективе 70 человек, конечно, мы окупить расходы по билетам, которые стоят в театр, не сможем. И за это мы тоже, конечно, благодарны, что у нас есть такая возможность. И мне хочется, чтобы все, я всегда говорю об этом наших вышестоящих органах, о том, что мне бы хотелось, чтобы во всех театрах государственное задание, которое нам дают, оканчивалось не на стационарной сцене, а именно на гастрольных поездках, чтобы театром выделяли на гастрольные поездки. И это важно. Во-первых, мы встречаемся с театрами, мы обмениваемся мнениями, что-то один театр сделал лучше, что-то другой театр сделал лучше. Мы должны быть единым театральным, мне так кажется, сообществом, а не играть друг с другом в какое-то состязание. Это неправильно. Вот мы должны понимать, что вот это хорошо, это плохо. То есть такого соревновательного момента главное избежать. То есть театр приехал в гости и в город, и к своим коллегам. Да, да, да. И артисты любят общаться между собой. Они же спрашивают, а у вас какао на раннейшем? Да, обязательно. Бывает, кстати, всегда хотел спросить, вот приехали на гастроли, выступили и местные как раз театроли, а давайте к нам в театр. Конечно, мы приглашаем. Все, не надо, нет, я имею в виду, не пригласили с гастроли, а актера переманивали, артиста. Не бывает такого? Бывает, наверное. Наверное, даже, может быть, и у нас были случаи, когда наших актеров... Наши актеры очень любят наш театр. Мне кажется, они комфортно себя чувствуют. Если бы можно было рядом со мной посадить артистов, они вам сказали бы подробнее. Я не могу сказать. Мое ощущение, что комфортно чувствуют. То, что они мне говорят. Да, любят, гордятся, что работают. У них все квартиры, семьи. Ну, если их приносит, конечно, в Москву какой-то этот, конечно, может быть, может быть, у кого-то звездная баллисть. Но, опять-таки, это их ветром Владислава, это же наш выходец. Он будет назвать русской комедии, он будет председателем жюри. Поэтому я говорю, вот это вот общение, оно просто необходимо. То есть, чем больше гастролей и вот такого общения между театрами, тем это лучше влияет и на внутреннюю химию в коллективе, и в целом на развитие. Потому что, опять-таки, где-то что-то подсмотрели, давайте попробуем у себя. Конечно. Безусловно, да. А, кстати, если вот так брать, что действительно что-то увидели, надо спрашивать у театра, у которого увидели разрешение на попробовать? Ну, если мы полностью будем копировать какой-то спектакль, то вот, конечно. А если мы что-то там увидели... Вот красный цвет, предположим, да. А у нас он был серый. Ну, никто, ни у кого-то спрашивать не будет, но нам это симпатично, и мы сделаем. Так же и они что-то увидят у нас и могут взять себе, предложим, на вооружение, что-то делать. То есть здесь только попроще в этом плане? Нет, у нас авторских нет прав у режиссера. Нет, ну, если это полная копия, то, наверное... Нет, ну, это понятно, да. То есть я про полную копию не говорил. Я вот... Плюс, наверное, подходы к привлечению зрителя в театр. Здесь же тоже в каждом городах разные вещи. Ну, это уже, да, это менеджерская работа, и, конечно, это тоже мы обмениваемся друг с другом руководителей, наши замы. Конечно, когда проводим гастроли особенно, мы им продаем билеты, мы рассказываем, что наш зритель любит, как мы им даже советуем, что привезти. И они нам советуют, что, вы знаете, вот, наверное, этот спектакль вряд ли наш зритель... Потому что у нас в репертуаре он идет, они уже вот так насмотрелись. Ну, мы, конечно, общаемся, и это необходимо просто. Ну и плюс, опять-таки, все идет в плюс. Да, да. И такое активное внимание к театру, наверное, как раз позволяет решать, ну, такие насущные проблемы, как внутреннее состояние, ну, технические вопросы. Потому что одно дело, когда приходишь куда-то и говоришь, вот у нас театр, тут немножко все ломается, а посещаемости-то нет, могут сказать, ну, нет и нет. А когда ты приходишь и говоришь, у нас билеты раскуплены, абонементы и прочее, а у нас сыпется, так же быть не должно, то есть здесь можно технические вопросы решить. Конечно, конечно, да. Ну, наш театр, слава богу, этим не обижен. Мы все время находимся в реставрации и в реконструкции. Нет, я имею в виду, может быть, модернизация дополнительного. Конечно, то, что мы сейчас проводим модернизацию второй год, да, и многое другое, то есть, и то, что коллектив поддерживает на гастролях, мы же выезжаем на гастроли, нам расходную часть погашают, и это понимание, что это необходимо. Не потому что мы такие хорошие, нет, в смысле, потому что мы такие хорошие, это в первую очередь, наверное, но и понимание о том, что мы, приехавшие к вам, мы позиционируем и наш регион, Ростовскую область, Ульяновский, все знают Ростов-на-Дону, но лишний раз напомнить о том, что мы есть, и что у нас есть такой театр, это же неплохо. Так же, когда, если вы приедете, ваш театр к нам, и наш зритель посмотрит на Ульяновский театр, ну, это замечательно. Ну, как раз, вот, как мы говорили, такой небольшой камешек, может быть, и большой, в строительство, в том числе и внутреннего туризма. Потому что, если я посмотрел на спектакль, который привезли вы с гастролями, и такой планирую, грубо говоря, отдых, а почему бы не прийти непосредственно на Ростовской земле в этот театр? Более того, нам зрители так и пишут, и говорят наших отзывов, да, что мы обязательно приедем, мы слышали о городе Ростове, но мы не знали, что там есть такой театр, а теперь у нас, вот, абсолютно то, что вы говорите, а теперь у нас есть уже два повода приехать, о том, что Ростовский край, да, богатый там тем-то, тем-то, и в том числе есть такой театр, к которому можно прийти и посмотреть спектакли, которых мы не смогли посмотреть здесь. У нас есть такие отзывы, это правда. То есть вот, казалось бы, ну, раньше, по крайней мере, я так рассматривал, ну, вот, приехал театр на гастроли, все, ну, вот, прошли, получили удовольствие зрители, получили удовольствие артисты, а артисты, а так, если глубже копнуть, то процесс-то, там столько процессов замешано, что во всем сложно разобраться. Да, раньше, я 35 лет работаю в театре, но еще есть у нас наши старожилы, которые более 50, наши народные артисты, они выезжали в театр на месяц в какой-то один город, и вот месячные гастроли – это уже полное знакомство с театром. Ну, вот те гастроли, которые мы делаем два-три дня в каждом городе, мы едем, ну, предположим, в какой-то определенный регион. В 2019 году мы ехали в Северный Кавказ, объездили, в прошлом году там Среднюю Россию, в этом году города Членоземья и Поволжья, вот, Москву. В этом тоже есть свое преимущество, знакомство с театром. Ну, вот сейчас, опять-таки, вернусь, в Ульяновске все закончилось, теперь актеры отдохнут или нет? Или возвращение обратно, и опять репетиции, постановки и подготовка к следующему сезону? Значит, возвращение обратно, и буквально через пять дней мы уезжаем на фестиваль в Оренбург с нашим прославленным спектаклем «Тихий дон». Как почетные гости, там будут показывать два спектакля, там у них юбилей Оренбургской области, мы едем в Оренбург. Потом у нас отпуск. В июле мы работаем, готовимся на новые премьеры. Там Читка, главный режиссер, занимается, понятно, обязательно с артистами. Уже к новым премьерам, новому сезону. И в сентябре у нас большие гастроли обменные, в рамках Росконцерта, которые оплачивают уже федеральные наши службы. в Тулу на недельный срок, так скажем. То есть так. И 6 октября мы открываем наш 161-й театральный сезон и открываем его фестивалем, известным уже в России, «Русская комедия», куда приглашены более 15 театров России, и тоже, которые полностью при поддержке нашего правительства, мы все театры приглашаем и оплачиваем им все расходы для того, чтобы тоже они приехали и показали свое искусство. И вот там уже жюри, там уже полное идет обсуждение спектаклей, обмен мнениями. Это, конечно, очень необходимо. В общем, такое, опять-таки, отдыхать времени нет. Нет. Все время надо быть в работе. Надо. Потому что, ну, если же... Живой организм. Театр – это живой организм. Да, театр же всегда был, наверное, и всегда останется вот этим живым организмом. Этим он и притягателен. Да. Потому что, как всегда, один и тот же спектакль невозможно посмотреть одинаково. Нет. Он каждый... Каждый будет отличаться. В этом прелесть и отличие от того же кино. Конечно. Спасибо большое за интересную беседу. Спасибо вам большое. Вам удачи во всех гастролях, во всех начинаниях, чтобы все всегда получалось. Спасибо. Вам тоже. Будем стараться. Да. Вы тоже неотъемлемая наша часть. Подождите. Да. И телезрителям напомню, что сегодня у нас в гостях была Ольга Степановна Николаева, директор Ростовского академического театра имени Максима Горького. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова